Здравствуйте! По итогам 2016 года Якутия возглавила рейтинг регионов, которые достигли наилучших результатов социально-экономического развития. Расскажите об этом. С 2010 года президент Российской Федерации внедрил оценку эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению показателей социально-экономического развития. И если, например, в 2010 году республика занимала 80-е место, то по итогам 2016 года уже возглавила этот рейтинг. И на втором месте республика Татарстан, на третьем месте Московская область. И надо сказать, что была проделана огромная работа за весь период. Мы целенаправленно двигались к этой цели, возглавить этот рейтинг. Надо сказать, что это большое достижение, конечно, для правительства республики, для главы республики. Потому что это основной рейтинг, по которому оценивается деятельность органов исполнительной власти. Действительно, с аутсайдера практически в самые лидеры. Да, это очень большая динамика. И за это время, конечно, были внесены различные изменения. Изменяла сама методология. Мы вносили предложения по изменению и самих показателей. В этом году, если раньше выделялись 20 лучших регионов, то в этом году 40 регионов. Но надо сказать, что с 2013 года наши показатели уже хорошие в этом рейтинге. В 2013 году мы заняли 17 место, по итогам 2014 года 7 место, и вот по итогам 2016 года 1 место. Все выше и выше с каждым годом. Да, все выше и выше. И тут можно сказать о том, что в этих показателях методология такова, что здесь учитываются не те данные, которые предоставляют субъекты, а вот показатели, статистические данные. Поэтому этот рейтинг выходит поздно, вот в ноябре месяце, да, становится, кто какие места занял. И в этом рейтинге среди показателей присутствуют опросные показатели, то есть как население, как жители сами оценивают деятельность органов исполнительной власти. И если говорить вот о тех 40 регионах, да, вот каждый год, вот кто попадает в 20-ку, это получается 2013 года, они получают гранты за достижение на лучших показателей. И в этом году этот грант распределен среди 40 регионов, соответственно, у нас сумма самая наибольшая гранта. Ну а как вообще в целом проводится оценка и какие показатели влияют на ее результаты? Да, это 11 основных показателей и 2 индивидуальных показателя, да. Среди основных показателей, вот из 11 по 9, республика показывает динамику развития. Вот еще раз хочу немножко рассказать о методологии, потому что многие критики говорят о том, что, ну, где это развитие, да, мы выходим на улицу и видим другое. Здесь не совсем оценивается уровень развития, больше оценивается динамика, как изменилась ситуация, то есть как правительство влияло на те сферы, которые оцениваются и как эта динамика сложилась за последние, допустим, 3 года, да. Оценивается динамика за 13-16 год, вот, потому что регионы, они все разные, у всех разный уровень развития. Нельзя сравнивать Москву, да, с ее транспортной доступностью, с высоким уровнем там здравоохранения. Допустим, те регионы, такие огромные, как Республика Сыхая, Кутия, там Чукотская, Чукотская область, Красноярский край, это, ну, просто неспоставимо, поэтому ценится динамика, да. И вот по динамике развития, значит, по таким показателям, как основная, ожидаемая продолжительность жизни у нас достигнут прирост, да, сейчас этот уровень составляет 70,84 сотых и увеличилась на 2,5 процента. Но самый большой прирост достигнут по объему налоговых и неналоговых доходов, то есть собственные доходы бюджета. Мы за эти 4 года нарастили налоговые собственные доходы бюджета на 63 процента с приростом, да, значит, увеличился на 62 процента объем инвестиций в основной капитал. Ну, вот эти вот основные показатели, которые повлияли, ну, кроме того, оценивается, увеличился оборот продукции, который производит малое предпринимательство, ежегодное вводимое жилье, да, мы знаем, что вот приоритет, который обозначил Егор Афанасьевич по увеличению комфортного и доступного жилья, уже показывает свои результаты, да. Вот то, что касается оценки населением, деятельность органов исполнительной власти, положительно в 2013 году оценивало 40 процентов населения, а по итогам 2016 года уже 49,6, практически 50 процентов. И, конечно, это очень хорошо повлияло на рейтинг. Ну, вот на эти показатели влияет только органы исполнительной власти, либо само население тоже как-то принимает непосредственное участие в этих показателях? Население оценивает, да. И это тоже вот интересный момент, потому что со следующего года тоже будут внесены изменения в методику, и больше показателей будет оценочных. Сейчас вообще статистика движется в сторону того, чтобы внедрять больше опрос на показатели, да, показатели, и опирается больше на социологический опрос. Ну, вот как раз-таки немного поговорим о гранте, который мы заслужили. Это самый большой размер. Вот расскажите о его размере. На что будут направлены эти средства? Да, грант получился выдающийся, 2,5 миллиарда рублей. До этого мы получали гранты, ну, они были размером там 160 миллионов, 280 миллионов. В прошлые годы мы поддерживали в основном те министерства, те направления, по которым были наибольшие показатели, да, наибольший рост, который вложили больше, да, в достижение, в повышение рейтинга республики. Например, вот в первые годы хорошо было поддержано у нас в Министерстве здравоохранения. Мы выделили дополнительные средства на обеспечение лекарственными средствами. В год предпринимательства тоже были выделены средства на поддержку малого и среднего предпринимательства, на увеличение фонда, поддержки предпринимательства. Мы выделяли средства на поддержку местных инициатив, на комплексное развитие территории, на проекты открытого правительства. То есть старались поддерживать те направления, которые дали максимальный эффект в этом рейтинге. Ну, а в этом году вчера буквально Егор Афанасьевич давал пресс-конференцию по итогам Международного арктического форума в Санкт-Петербурге, в котором он обозначил, что средства будут направлены на повышение заработной платы работников бюджетной сферы и на компенсацию недополученных доходов, связанных с тем, что, допустим, в этом году же 1% из нашей республиканской доли налога на прибыль был направлен в федеральный бюджет, это по изменению налогового законодательства, и эти средства будут направлены на компенсирование. Ну, как раз-таки вопрос о форуме, хорошая новость этих прошедших дней, связанная с форумом, который проходит в Санкт-Петербурге, «Арктика. Настоящее будущее», Министерство транспорта Российской Федерации учло предложение главы Якутии Егора Борисова о выделении дополнительных средств на реконструкции как раз-таки северных аэропортов. Да, действительно, неделю назад на правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкана и Байканского региона, который возглавляет председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Атонович Медведев, с вопросом по развитию транспортной доступности всего Дальнего Востока выступал глава республики Егор Борисов. Он озвучил все проблемные вопросы, которые касаются транспортной доступности, включая авиацию. Именно вот на том заседании правительственной комиссии было дано поручение Министерству финансов и Министерству транспорта Российской Федерации предусмотреть и в государственной программе, в федеральной целевой программе развития транспортной системы, и в проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период до 2021 года средства на восстановление, реконструкции и модернизации аэропортов. Всего по Дальному Востоку это 40 аэропортов, в республике Саха-Якутия 15 аэропортов. Надо сказать, что до этого данные средства были предусмотрены в программе экономическо-социальное развитие Дальнего Востока и Пайкальского региона до 2018 года, но они были секрестированы. Частично средства были оставлены, работа по ним проводится, но вот большой объем этих 15 аэропортов, это 26,5 миллиардов рублей, сейчас вот получено поручение о восстановлении этих средств. Майя Андреевна, ну вот расскажите, какие еще существуют рейтинги, в которых принимает участие наша республика, и насколько положительно, скажем так, мы принимаем участие? Да, периодически выходят различные известия о том, что мы там возглавляем какие-то рейтинги, но вот основной рейтинг все-таки органов исполнительной власти, это вот тот, который мы сейчас вот с вами обсудили. Но буквально вот сегодня председатель правительства Евгений Алексеевич Чекин участвует в совете при полномочном представителе президента Российской Федерации Юрия Притуре Четрутневе, на заседании которого рассматривается предварительная оценка индекса развития человеческого капитала. Этот рейтинг составлен агентством по развитию человеческого капитала, да, это один из институтов развития Дальнего Востока, недавно созданный. И по этому индексу, ну вы не поверите, республика опять же опережает все субъекты Дальнего Востока. Это просто замечательно на самом деле. Да, и самое интересное, что в данном индексе вот 50% показателей, это опросные показатели. То есть проводился опрос в ЦИОМ, да, это известный российский, общероссийский институт, который проводит социологические исследования. И вот 50% показателей основаны на социологических опросах. Ну вот в социологический опрос какие вопросы обычно входят? Есть какие-то данные, что задают гражданам? Самые ключевые вопросы? Вот знаете, я не попала в эту выборку, поэтому не могу сказать, какие именно конкретные вопросы звучат в этом опросе. Но по блокам, если смотреть этот индекс, то первый блок вопросов касается миграции. То есть планируете ли вы уехать? Связываете ли вы свою жизнь с тем регионом, в котором проживаете? Ну и другие вопросы. Майя Данилова, большое спасибо за интересное интервью. Дорогие телезрители, вы смотрели актуальное интервью. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был первый заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия Майя Данилова. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова